Всем большой привет! Меня зовут Катя. Добро пожаловать на мой канал. И я продолжаю серию роликов о репатриации. И сегодня хочу вам рассказать про самолет. Как мы летели, что мы с собой брали в ручную кладь для нас, для ребенка, что пригодилось, что не пригодилось. На багаж репатрианта будет отдельное видео, потому что багаж, естественно, расширенный. На человека три сумки по 23 килограмма, но я пока не совсем поняла, что точно нам понадобится, что, в общем-то, можно было не возить. То есть это видео будет обязательно, но чуть попозже. Так, самолет у нас улетал в 11 часов утра. С 8 часов начиналась регистрация на рейс. Одновременно работало 5 стоек, то есть очередь была довольно большая, но шла она очень быстро. Мы, ну, наверное, минут 15 стояли в очереди, не больше. Перед тем, как вы проходите, получаете билеты и сдаете, собственно, ваш багаж, каждый человек и репатриант, и любой другой человек, турист, который летит в Израиль, он проходит на такую стоечку службы безопасности. Ему задают вопросы, кто его довез в аэропорт, не передавал ли что-то этот человек, не просил ли там перевезти, еще что-то. В общем-то, такие вопросы связаны с безопасностью. И после этого вы уже проходите на стойку непосредственно регистрации. Мы проходили регистрацию на общих основаниях, то есть со всеми остальными людьми, которые летели в Израиль, никакой отдельной стойки регистрации не было, то есть и одна общая очередь. Просто у нас было огромное количество багажа. Все сдали очень быстро, очень просто, никаких проблем не было. Я очень строго все вымеряла по весу, потому что 23 килограмма должна быть одна сумка, не больше. Мы взвешивали, ну, раз пять, наверное, все, каждую нашу сумку. И я оставляла, ну, плюс-минус там 100-200 грамм недовеса, на случай, если там мы неправильно взвесили. И да, была в сумках где-то, ну, там, 22,900, 22,800. В нескольких сумках был перевес 23,200, в одной 23,300. И нормально, то есть с нас не взяли никаких денег. И в Зон Дьюти Фри, в общем, у нас осталось еще где-то часа полтора, нам нужно было ждать самолет. Я отвлекаюсь, смотрю, вот тут вот прям перед балконом летают попугаи. Это они, кстати, кричат. Я никак не могу привыкнуть, что вот просто по улице летают попугаи. Вторая часа где-то нам надо было ждать и развлекать Макса. Как мы его развлекали? Он очень любит ходить по лестницам, ездить на эскалаторе. Чем, в общем-то, мы и занимались сначала папа, потом я, в общем, по очереди. Также вручную кладь для ребенка я взяла с собой наклейки, новые книжки, которые он еще не видел, старые книжки, которые он любит, такую доску для рисования, на которую можно рисовать и стирать, всякие маленькие игрушки, машинки, разборную машину, такую типа конструктор. Это самой посадкой самолет, тоже там такой небольшой огороженный застекленный тамбур. Из него всех попросили выйти, посмотрели, чтобы под стульями ничего не осталось, никаких вещей, все было пусто. В общем, служба безопасности работает на 200%. Самолет очень просторный, очень комфортный. Все для людей. В самолете вы садитесь, и не то, что я могла вытянуть ноги, а Юра, у меня муж мог вытянуть спокойно ноги, то есть ему было не тесно. Как вот обычно летаешь в самолетах, там сидишь вот так вот. Очень большие кресла, большое расстояние впереди. Наушники в самолете, экран, телевизор. Там показывали сначала сериал «Друзья», потом еще что-то показывали. Можно было смотреть. По поводу еды. Я набрала с собой очень много еды в дорогу. Мы взяли с собой, ну, предварительно, да, заехали в Макдональдс накануне, взяли себе по роллу, чтобы нам было чем пообедать, на случай, если там не будут кормить, или мы не наедимся, и неизвестно, когда мы приедем домой. А потом для Макса было просто очень-очень много еды. Там у нас был целый огромный рюкзак, ручной клади, там была только еда. На самом деле в самолете нас кормили просто на убой. Летели компания «Эляль», израильские авиалинии, и давали горячий обед, три горячих обеда. Один из них запаянный я привезла домой, потом Макс его здесь уже ел. Далее огромные три банки с хумусом, хлеб, какие-то такие булочки, соусы, по шоколадке. В общем, кормили очень-очень здорово. Покормили нас хорошо, поэтому имейте в виду, если меня смотрят новые репатрианты, не набирайте с собой очень много еды. Ну, в всяком случае, если ребенок старше двух лет, он прекрасно поест, там дают макароны на выбор, либо с мясом, либо с такими куриными тефтельками. Очень вкусно, очень сытно, очень много, и поверьте, вы точно не останетесь голодными, и ребенок точно не останется голодным. Ел это все с удовольствием. Кроме того, перед тем, как принести обед, приносили такие запаянные упаковочки с крекерами, но не такие обычные, не соленые, не сладкие, то есть можно тоже дать ребенку спокойно. И, кроме обычных напитков, там соки, кола, наливали вино. Летели мы 4 часа, часа полтора, наверное, из них Макс поспал, потом проснулся, немножко походил по самолету, сходил в туалет, наклейки, пластилин, а, вот, кстати, пластилин, пластилин и плейдо, я сейчас с собой брала в ручной кладе, это просто палочка-выручалочка. Лепить всяких кошечек, слоников, собачек, меня Макс очень любит сейчас просто вот лепить, раскатывать червячков, это просто маст хэв, это было наше спасение, пластилин. Когда мы прилетели, у нас была отдельная стоечка, то есть выходите, и вот сразу такая как бы будочка, нас встречали с табличкой ПМЖ, Олимы, Олимы это репатрианты, и, собственно, мы вот в таком в отдельном окошечке нам оформили документы, и нас вообще увезли в другое здание на территории аэропорта. Огромное здание с детской комнатой, опять же, со снеками, печеньками, там автоматы с чаем, с кофе, с горячим шоколадом, с водой, также давали такие сэндвичи с мясом, с курицей, вегетарианские, на любой вкус. Всем детям выдавали такие огромные наборы, там всякие шоколадки, чупа-чупс, ну, в общем, всякая такая вот ерунда, тоже очень приятно. И вот в этом отдельном здании оформляют, там уже нам выдали сим-карту, выдали первую часть пособия нашего, денежного, оформили документы, то есть выдали нам удостоверение репатрианта, оно выдается одно на семью, сделали временное удостоверение личности, их два, и ребенок вписан в удостоверение каждого из родителей. В течение трех месяцев нам нужно его поменять на постоянное, то есть в России, да, паспорт, а здесь, в Израиле, это удостоверение личности. То есть это такая, как пластиковая карточка. Также записали нас в больничную кассу, когда мы оформили все документы, мы уже пошли за нашим багажом, на багажную ленту. У нас было два больших чемодана и челночные сумки. Все сумки мы обмотали пленкой, и чтобы они держали форму, чтобы как-то попрочнее все было, естественно, мы их замотали. То есть что там досматривали, как? Нас там не было, все это досматривали без нас. Из девяти сумок у нас вскрыли три. Одна сумка там лежала, лежали детские игрушки, ну, в том числе, да, детские игрушки, мегаблокс, коврик, вот мы постелись здесь, Макс, чтобы играл. Во второй сумке была мультиварка. У меня в мультиварке было сложено аккуратно белье, чтобы оно вот так, ну, вот не помялось, все, и оно все лежало вот так вот в чемодане, мультиварку открывали. Потом была вскрыта сумка с комбайном, где лежала вот эта вот чаша от комбайна железная. Я так понимаю, что просто не просвечивает железо, и поэтому они вскрывали, смотрели. Ничего не потерялось, ничего не сломалось, все в порядке, все хорошо доехало. Вся техника, все работает, все, никаких ни сколов, ничего не сломалось. Одна сумка у нас разошелся, замок, и порвалась ручка. Все остальное в целости и сохранности, все хорошо. Ну, по поводу досмотра тоже, я изначально думала, ну, как же так вскрывать сумки, тем более без присутствия хозяина. На самом деле, все израильтяне к этому относятся не просто ровно, а очень положительно, потому что это безопасность. То есть, вот так вот отношение такое, пусть лучше вскрывают, пусть досматривают, зато вот я чувствую себя в безопасности. По поводу техники, как все я запаковывала, что везла, тоже будет отдельный ролик. И дальше уже проводили нас на такси. Естественно, мы в аэропорту заказывали грузчика. В Домодедово, откуда мы летели, мы брали тележки, вот так вот перебежками у меня, я с коляской с ручной кладью, а Юра бегал. Одна тележка до меня докатил, вторая, это у нас было, по-моему, три или четыре тележки. В Ангурионе это сделать невозможно, поэтому нам пришлось взять грузчика, он делает все. Он с багажной ленты грузит на вот эту вот огромную тележку багаж, везет, загружает его в такси. То есть, все вообще мы заплатили, и спокойненько просто идем себе насвистываем без багажа. Такси у нас тоже бесплатное до места, до нашего кибуца. И от аэропорта до кибуца мы ехали где-то около трех часов, два с половиной, три часа. И вот это была самая тяжелая дорога, потому что Макс у меня уже устал, он просто вот кричал, он плакал практически всю дорогу, потому что ему очень хотелось спать, но в машине это делать неудобно. И, в общем, это был, конечно, тот еще адок. В кибуц мы приехали где-то около полдесятого, и мы устали, у меня на руках Макс просто орет, заливается. Нас встретила волонтер здесь, в кибуце, и наши соседи спустились, они нам очень сильно помогли. Меня сразу же проводили в дом, чтобы я уложила ребенка, и сосед уже с Юрой стали поднимать сумки, тоже нам помогли в этом плане. Огромное им спасибо. Так что все нас здесь прям приняли очень хорошо. Вся квартира была подготовлена, куча еды, живые цветы на столе, даже небольшой презентик для Макса. Очень-очень приятно. И Израиль нас встретил прекрасной погодой, отличной квартирой, и все мы остались очень-очень довольны. Про перелет, наверное, это все. Если я что-то не сказала, обязательно оставляйте под видео свои комментарии, задавайте вопросы. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока.